Итак, завтра в нашей стране День Матери. Это не библейский, не церковный, не богослужебный праздник. Но, тем не менее, тема матери, тема материнства, она и библейская, и церковная, и богослужебная. И потому сегодня это богослужение посвящено тематике Дня Мамы. Вопрос к вам в самом начале. Когда вы представляете себе Бога, какой образ рисуется в вашем сознании? Как он выглядит внешне? Седовласый. То есть, похож на пожилого дедушку, я слышу. Образ Бога, как старца, существа мужеского пола, это довольно крепко утвержденный образ в сознании многих, кто верит в Бога, кто читал Священное Писание, кто уходит в церковь и прочее. Сегодня, в контексте наступающего Дня Мамы, я хотел бы проповедовать на тему материнства Бога. Материнства Бога. И мы посмотрим на ряд отрывочков Священного Писания, которые рисуют Бога не в виде старичка, седовласого существа мужеского пола. И в самом начале важно вот что прояснить. Скажите, по природе кем и чем является Бог, согласно Библии? Бог есть Дух в первую очередь. Спасибо. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. Иоанна 4, 24. Слова Иисуса. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. То есть, существо Бога, Его природа духовна, Он есть Дух. Об этом мы читаем также во 2 Коринфянам, 3 главе, 17 стихе. 2 Коринфянам 3, 17. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. То есть, Священное Писание утверждает, что природа Бога радикально отличается от нашей природы. Мы есть прах. Ибо прах ты, сказал Бог живому Адаму, и в прах возвратишься. Мы прах живой. Мы осязаемы. Мы материальны. Мы телесны. А Бог, в отличие от нас, Бог есть Дух. И это, в первую очередь, означает вот что. Посмотрите, пожалуйста, на Евангелие от Луки, 24 главу. Здесь неподалеку. 24 глава, стихи с 36 по 39. Луки, 24 глава, стихи с 36 по 39. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди их и сказал им, «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Почему так они подумали? Потому что в последний раз они видели Иисуса, висящего на кресте. И далее, возможно, некоторые из них видели, как тело Его, мертвое тело, было положено в пещеру, и камень был привален. И тут вдруг они видят Его наяву. И, сказано, они подумали, что видят Духа. Как, кстати, Дух по-английски? Spirit, а раньше? Ghost. Да? Ghost. То есть призрак, привидение. Святой Дух в переводе Короля Иакова, как это зовется в старом переводе? Holy Ghost. Святой призрак. Так? То есть, как бы они думали, что это призрак, они думали, что это Дух. И вот, послушайте ответ Иисуса. Но Он сказал им, что смущаетесь, и для чего такие мысли выходят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это Я Сам. Осяжите Меня, то есть прикоснитесь ко Мне, пощупайте Меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. То есть, что из этого отрывка очевидно? Разница между Духом и плотью. Дух по самой природе не обладает осязаемым телом. Бог есть Дух. Он не обладает осязаемым телом. Соответственно, у Него нет такого понятия, как пол. Он не может быть мужчиной. Он не может быть женщиной. И, естественно, понятие гендера, которое более связано с социумом, у Бога тоже нет. Бог есть Дух. Он бестелесен. Он без пола. Поэтому, когда мы говорим о том, в каком облике является Бог, важно всегда помнить, что это лишь то, как Он решил нам открыться. Это то, как Он являет себя рабом Своим пророком. Но внешняя форма Его, в какой бы Он ни открывался, и образы Его, в каких бы Он ни открывался, они не свидетельствуют о том, что Он телесен, или же осезаем, или же материален, или же имеет плоть, как мы. Поэтому вопрос о материнстве Бога – это не вопрос о физиологии Бога. Это вопрос о чем? Как, собственно, и вопрос об отцовстве Бога. Это вопрос о чем? Это вопрос о том, в каких образах Бог открывается нам в Священном Писании. И вот разными образами Он пытается передать разные грани Своего естества. И вот сегодня я приглашаю вас прочитать несколько отрывков, которые говорят о материнстве Бога. Итак, книга «Бытие», первая глава, стихи 26 и 27. Первая страница Священного Писания. Вот что мы читаем. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Посмотрите, пожалуйста, на этот стих. «Сотворим человека по образу нашему, и по подобию нашему». Слово «человек» здесь дано в каком числе? В единственном или множественном? Посмотрите, сотворим кого? Не человеков, не людей, а человека – единственное число. Но тут же дальше мы узнаем, что человек – это кто? Это они. И сотворим человека, и довладычествуют они. Человек – это они. И они, 27 стих, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Итак, когда мы представляем себе Бога, мы, согласно Библии, кого должны рисовать? Какие образы? Мужчину и женщину. Видите? То есть первое же повествование об образе Божьем, о внешнем виде, вот эти два слова и образ, и подобие в оригинале Священного Писания всегда описывают внешнюю форму. Первое же место говорит о том, что образ женщины, он ровно столько же передает образ Божий, как и образ мужчины. Потому что человек – это он и она. И оба они являются реализацией образа Божия. Это первое. Поэтому, кто говорит «небесный отец», обращаясь к Богу, говорит «правильно». А кто говорит «небесная мать», обращаясь к Богу, говорит «как?» У некоторых на лице замешательство. Нормально. Идем дальше. В книге Бытие в 3 главе, в 20 стихе написано так. «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Продолжая описывать образ Божий Адама и Еву, первую чету, Священное Писание раскрывает нам вот эту первую грань, которая передает образ Божий с точки зрения материнства. «Говорится о Еве, и нарек Адам имя жене своей Ева». Что означает имя Ева? Кто помнит? Жизнь. В действительности, если вы пользуетесь стандартным изданием Синдальной Библии, то после слова «Ева» у вас звездочка, а внизу с носочка написано «Жизнь». в подлиннике «Хава» в древнееврейском. «Хава» – «Ева» означает «жизнь». И вот эта сторона природы женщины, она тоже согласуется и синхронизируется в библейском описании с природой Бога. Дар материнства, созидание жизни – это уникальная роль, которую Господь поручил женщине. В книге «Псалтирь» в 138 главе, в стихах с 13 по 15, этот процесс описывается так, Псалом 138 стихи с 13 по 15. «Ибо ты, – пишет псалмопевец, – устроил внутренности мои и соткал меня в очреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы». Для большинства из вас это очень знакомое описание. Давайте несколько вопросов зададим. Кто созидает человека, согласно прочитанному тексту? Кто созидает? «Ты, – Господь описывается, – «ты созидаешь меня где?» «В утробе матери». Следующий вопрос. Чем Бог пользуется, когда созидает человечка в утробе матери? С наличием таких профессионалов в зале мы точно не останемся без правильного ответа. Чем Бог пользуется? Откуда берутся строительные блоки, химические вещества, молекулы для созидания, когда кости мои формировались, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы, «когда ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей?» Чем Бог пользовался? Ответ – естеством матери. Согласны? Это, так сказать, та среда и то место, откуда берутся строительные блоки для появления нового существа. То есть, смотрите, что происходит? Кто творит жизнь? Почему первую маму на земле, еще до того, когда она стала мамой, кстати, назвали жизнь хава? Потому что Бог и женщина сотрудничают в деле появления жизни. Библия описывает вот эту грандиозную идею о том, что появление человеческой жизни – это продукт, если говорить современным языком, продукт сотрудничества Бога в Его всемогуществе и женщины, которые своим кальцием, своим железом, магнием и всем иным необходимым, всеми веществами делятся с этой новой жизнью, которая созидается в утробе. То есть, мы находим, что женщина, отражая образ Божий, она призвана Господом к служению материнства, к служению по рождению и созиданию жизни. И когда мы помним, что первую женщину звали «жизнь», скажите, кого еще в Библии называют «жизнь»? У кого еще такое же точно имя? Сам Господь. И здесь об этом можно было бы много читать, я только лишь один текст выберу. Это первое послание Иоанна. Это первое послание, не Евангелие, а первое послание Иоанна, первая глава, стихи с 1 по 13. Написано «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась. И мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Итак, жизнь – это имя кого? Иисуса. Сказано, мы… Во-первых, жизнь явилась, жизнь, которая была у Отца, и явилась нам. Мы эту жизнь видели, мы осязали, мы прикасались, мы рассматривали. жизнь – это имя первой женщины на земле, и жизнь – это имя Иисуса Христа. И это не совпадение, потому что именно жене было сказано, что семя жены, то есть потомок, произошедший от жены, поразит змея в голову. И тогда только жизнь, как таковая, во всей своей полноте может быть явлена. жизнь – это роль, которую Господь дал женщине. Итак, вот мы прочитали два отрывочка. Книга Бытия, первая глава, книга Бытия, третья глава. Это начало рассказа о Боге и о Его материнстве. Теперь давайте посмотрим на два отрывка из книги пророка Исаии. Книга Исаии, 49 глава, 15 стих. Исаии, 49, 15. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Итак, простой вопрос. Любой из детей сможет ответить. С кем Бог себя сравнивает? С матерью. Бог сравнивает себя с матерью. И причем с матерью какой? Уточняем. У которой? Грудное дитя. Вот эта известная картина в изобразительном искусстве человечества. Есть сотни картин. В данном случае вы смотрите на произведение итальянского живописца Андреа Соларио. В 1507 году он написал эту картину. Она ныне находится в музее в Лувре, в Париже. Вот посмотрите на лицо этой женщины. В глядитесь. Младенец смотрит на нее, ей в глаза, она смотрит на него. И вот это время, время кормления, это особое, уникальное, святое время. Это особая связь. Не только младенец получает жизнь от матери, из ее естества взяв все необходимое, но и в первые годы, скажем так, в первые месяцы, по крайней мере, своего существования, он и питание получает от нее. Ему ничего другого, как говорится, нельзя. Он молоко матери питается. Он вновь из ее естества получает необходимую поддержку для жизни. Итак, Господь рисуется вот в таком образе. Бог говорит, я подобен Матери, у которой грудной младенец. У пророка Исаии есть еще один образ на эту тему, 66 глава, стихи 12 и 13. Исаии 66, 12 и 13. Ибо так говорит Господь, «Вот я направляю к нему мир, как реку и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего, на руках будут носить вас и на коленах ласкать, как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Вновь с кем сравнивает себя Господь? С матерью. Бог сравнивает себя с матерью. Помните, в начале жизнь Хова, Ева, затем кормление новорожденного, это все тот же образ Бога. И теперь утешает мать. Здесь вот такие слова написано «на руках носить, на коленях ласкать», и 13 стих «как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас». Давайте посмотрим на эту картину. Это уже современный художник. Что вы здесь видите? Что, скорее всего, только что произошло? Что делает мама? Здесь очень интересно отражена ситуация, потому что цветы, которые держит ребеночек, они ветром развиваются. Видите? То есть передается идея тревоги, что-то неспокойно, какая-то проблема. И вот когда тревога, когда ощущение опасности, когда какая-то боль, ребеночек споткнулся, ушибся, или ему страшно, какой-то страшный звук и так далее. Что делает младенец? в первую очередь, инстинктивная реакция, ищет маму. И вот часто, хотя там и кровоточит, и, возможно, даже вывих, и перелом, достаточно материнского объятия, чтобы дитя успокоилось, чтобы слезы высохли, и чтобы эмоционально человечек маленький пришел в состояние равновесия. Вот это образ мамы, и это образ Бога. На руках носить, на коленях ласкать и утешать. Ушибшийся, обиженный ребенок бежит к маме за утешением. Это наш Господь. И последний отрывок сегодня уже из апостольских писаний Евангелия от Марка, точнее, от Матфея. Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 стих. Матфея, 23, 37. Иерусалим, Иерусалима, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к Тебе. Сколько раз хотел я собрать детей Твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и Вы не захотели. Давайте посмотрим на разные переводы этого отрывка. Когда Вы видите вот эту фразу «птица собирает птенцов», какая птица у Вас в сознании, в воображении? У кого курица? У кого утка? Еще какие иные? Зяблик, журавль, орел, лебедь? Давайте посмотрим на современный перевод российского библейского общества. Написано так. «Как собирает наседка выводок под крылья?» Посмотрим на следующую фотографию. Это фреска, это мозаика, точнее, это мозаика из Иерусалима, которая изображает Бога в виде курицы. Кому-то неожиданно может показаться. Но у этой курицы нимб, то есть мы понимаем, что там как-то с Богом что-то должно быть связано. Так? Она изображает Бога в виде курицы, которая укрывает своих птенцов. И это отсылка к стиху из Евангелия от Матфея 23.37 только что нами прочитанному. В действительности многие переводы говорят именно об образе курицы. И вот так вот Бог представлен. И здесь очень интересный язык. Сказано, сколько раз я хотел собрать своих. Ну, во-первых, для чего наседка собирает птенцов под крылья? Когда это обыкновенно бывает? Согревает, слышу, еще какие могут быть когда опасность? Да, то есть, если, если вот что-то, какие-то звуки, которые сигнализируют об опасности, то тут же, тут же она всех их созывает, распростирает крылья свои, и они все прячутся под нею, она своим телом их закрывает. Главная идея, которая здесь передается, это то, что наседка защищает своих отпрысков. Но тут еще одна грань вскрывается. Что детеныши, как они описаны? Давайте вернемся к Евангелия от Матфея, 23 главе, 37 стиху. Покажите нам, пожалуйста, Матфея, 23-37. Что детеныши? Видите, что они делают? Конец стиха. А вы не захотели. То есть, смотрите, первый образ Бога, связанный с женщиной, это мать, то есть, дающая жизнь, созидание в утробе. Второй образ, который мы увидели, это мать кормящая, следующий этап. Третий образ, ребеночек уже начинает ходить и так далее, то есть, это уже, так сказать, более-менее самостоятельное существо. Мать утешает, мать все-таки носит на руках, то есть, еще достаточно маленькое существо. А потом наступает этап, когда мать по-прежнему хочет защитить, мать по-прежнему хочет собрать под крылья свои, а дитя уже выбирает. Захочу, пойду, не захочу, не пойду. Это следующий этап. Когда у ребеночка уже есть выбор, он может захотеть, а может не захотеть. Но Бог и тогда над всеми нами, над уже некоторыми взрослыми, некоторыми зрелыми, некоторыми даже почтенного возраста, Он продолжает работать, Он зовет, Он простирает свои крылья и говорит, «Я хочу тебя защитить, я хочу тебя собрать под крылья свои». Это тоже Бог. Бог в образе наседки, Бог в образе птицы, защищающей своих птенцов. Итак, сегодняшняя проповедь называлась как? Материнство Бога. Бог в Библии представлен как мать. Этими яркими, понятными для нас важными образами. И вот, если кто-то из вас, возлюбленные, по какой-либо причине сейчас или ранее чувствует себя немножечко оставленным, забытым Богом, пренебрежении, в трудностях и Бога вроде бы нет. Помните, что Бог открывается нам как мать, давшая жизнь, питающая, утешающая и оберегающая. Всегда, всегда Он готов и Он зовет, сколько раз я хотел. Захотите ли вы? Вот это главный вопрос. Захотите ли вы? Это главный вопрос. Аминь.